Это внутренние силы в кулак, и после муторного дня решил все-таки немножко пострелить. Не знаю, на сколько меня хватит, меня что-то под вечер сейчас каждый день так вырубает. Я сладкого стал пожрать на порядок меньше, и меня поэтому очень сильно кроет к позднему времени. Не знаю, смогу ли сегодня высадить футбол. Не уверен, что его вообще стоит смотреть, конечно, так, между делом говоря, при всей любви к зениту. Хорошее начало. В принципе, дарки хрустят. Три пробоя и один ремофф, очень приятно. Примерно так кума нам и надо играть, чтобы не иметь проблем в такой катке. А у Абрыгальда будет весьма непросто отобрать мячик. Стрипбола нету. А найти два куба в Абрыгальда при этом количестве гордов и при, ну, хоть какой-то более-менее адекватной игре, ну, не знаю. Ну, пила, как обычно, ничего хорошего не показала. Ее обычный перформанс. Фунька с Ренька ничего не сделали. Да, я напомню, это важная деталь этого противостояния. К этому моменту у Гудвара было четыре луза подряд. То есть сказать, что все очень плохо, это ничего не сказать. У Лаутирдог были дела получше. У него было две победы, два поражения. То есть они примерно, ну, как бы, внизу таблицы. Но Гудвар тонул, а у ЛТД еще какие-то даже шансы на ПО. Очень сильно теоретические были. Грубо говоря, матч определяется так. Может ли Гудвар затащить с собой в средний дивизион ЛТД? Начать дорогу вниз? Может быть, это призвание Гудвара вышки? Привет, Катафедор. Может быть, призвание Гудвара это топить других людей в вышки? Не самое плохое призвание. Сразу вот Антошку вспоминаю, который звезд с неба не хватал, но стабильно топил всех, кого только мог. У меня даже где-то, по-моему, сохранился короткий видосик. Где я в абсолютно... Ой, какая приятная шара. Это шара? Это супер шара? Это игрок на помойку? Ух ты. Чего-то у ЛТД прям уже дело опасно. Ну, я понимаю, что они стали лечить. Ну, с двумя ниглами это на самом деле помойка. То есть, даже если ЛТД его оставит, буквально... Буквально любой мимо пролетающий такл будет, скорее всего, ремовать. Толку от этого игрока крайне мало. Ну, пока Даркам тяжело. Удивительно тяжело. Мне не нравится то, что нет никакого давления на мяч. То есть, вот всякие таклы, сайдстепы не пытаются садиться по бокам клетки и пытаться создать какую-то опасную ситуацию. То есть, по сути, пока идет какой-то условный размен блиц в блиц, который стопроцентно выгоднее для хуманов. Ну, не странно то, что Пелакэш потратила взятку. Окей, какое-то полезное дело сделала. Я не понимаю, чего ждет ЛТД. Я согласен с тем, что вскрывать свинью хуманов тяжело. Действительно тяжело Даркам вскрывать свинью хуманов без МБ. И без какого-то дополнительного веселого инструментария. Но, типа, чем дальше будет идти катка таким сценарием, тем просто тебя аккуратненько раздавят. О, отлично, ребята! Появились первые новости, кто с кем играет. Найс. Пойду-ка запощу. И вам сейчас тоже расскажу на этом. Значит, скавины Сиона играют против хаёв Брайта. Чорфы Тото Фриаса играют против моих дворфов. Дарки Заза играют против Лизардов Ситара. Это плохой матчап. Дворфы Ансин Вокер играют против Некров Диамеда. Это хорошо. И Деды Дантона играют против хуманов Круция. Это средний матчап. Вот трудно сказать, что как. И я хочу сейчас проверить команду ХД, чтобы понять как бы чё как. Я считаю как бы Ну у нас хорошее расписание. Если говорить серьёзно, раскинуло очень приятно. Ну как бы я доволен например своим матчапом. Единственный единственный матчап который мне не нравится это Ситаровский. Ну слушай однако Лапса на самом деле без шуток Брайт. Я считаю лично что на этом ТВ обычные гномы в принципе сильнее ХД. Не как-то глобально. Не как-то глобально. но сильнее. Посмотрим конечно. Мне кажется я должен выигрывать свой матч. Если не произойдёт ультрапробоя конечно. Уточним. Если не произойдёт ультрапробоя. Я говорю мне не нравится только Ситаровский матчап. Ситаровский матчап срань вообще полная. За Ситарой переживаю. И немножко закрутся. Сейчас я посмотрю у них одна табуретка МБ Клавса. Господи Сюзи. Ребят да не ну это короче у них 5 гордов 2 блок БТ коровы вот один Дорф МБ Клавса. Короче ну не знаю мне вообще не нравится сетап Дворфа. Во сколько матч пока не знаю пока подвезли только расписание. Ну ХД наверное действительно самый неприятный. Но я думаю что может быть даже и лучше что именно я играю с ХД. У меня есть МБ по ситар мне достаточно. У меня есть каток. Определились первые пары. Определились первые пары. Я за тебя ситар переживаю и за Круца. Я справлюсь. А у ХД да у ХД не хватает. У ХД одна МБ Клавса и там будет очень большая вера в нее я так думаю. Давайте я еще раз озвучу. То есть Сион против Брайта это Крысы против Хайов. Я практически не сомневаюсь в Брайте. Хотя посмотрим конечно. Чёрф и Тотто Фриаса против меня на Дворфах ну как бы я честно говоря думаю что я справлюсь. Ситар на Лизардах против ну видимо лучшего игрока Латинской Америки Заза на Дарках. Вот это неприятный матчап. Ну не любят играть против Дарков Завры. На мой взгляд. Это будет реально неприятный матчап. Типа буквально по-моему самый сильный тренер попал Ситару. Значит Дио на Некрах против Ансин Вокер на Дворфах я думаю Дио на Опте выиграет. Я честно говоря практически не сомневаюсь. Вот Дио мне кажется хороший матчап попал. И деды Дантона против Хуманов Крутса. Ну Дантон на мой взгляд слабенький честно но матчап очень неприятный. Вот что мне не нравится матчап неприятный. То есть я боюсь что Вкрутса может залететь. То есть я точно уверен что Крутс играет сильнее но мне что-то ссыкотно что Вкрутса может залететь Промпунти деды выигрывают монетку дают условные минус три слоса и как бы блин страшно. То есть это самый дисперсный матчап за который страшно. Привет Спиритолог ради тебя видеть. Это очень дисперсный матчап в котором может произойти много чего. Но по сути на самом деле если говорить серьезно как выразиться то смешно сказать но фактически каждый матчап получился дисперсным. То есть дисперсный Сион будет пытаться заролить Брайта дисперсный Тота Фриас будет пытаться заролить меня Ну Ситар Ситар это там другое Дио будет как говорится пытаться своей коловцой разломать Дворфа ну а укрутся с дедами понятно что будет Да я согласен Ситар на 1500 ТВ на 1500 ТВ Хуманы могут дать бой то есть ну условно условно на более раннем ТВ как бы деды имеют очень большое преимущество на этом ТВ ну типа 60 на 40 55 на 45 то есть один любой рандомный ивент или не зашедший пробой у дедов и нормально ну я в Дио верю то есть я верю в Дио если в меня не влетит супер клавца то я в себя тоже верю вполне стабильно верю в Брайта два других матчапа конечно посложнее при этом не знаю за кого больше беспокоюсь за Ситара или за Круца наверное за Круца как ни как ни странно больше учитывая что Круца там стрельнул одну фразочку на тему в какой ситуации он может тельтануть она не сложилась но она немножко похожая вот предков осет но все равно считаю что жребий удачный то есть я определенно считаю что нам попался хороший стартовый противник хорошая группа и вполне хорошее раскидывание по матчу то есть если смотреть чуть серьезнее если смотреть чуть серьезнее там могло быть лучше то есть лучше было бы если бы Ситар получил бы да может даже и черфов или дедов то есть черт его знает со скавинами не решусь сказать не разбираюсь ну и типа куруцу могли бы дать скавинов я думаю или дарков ему было бы удобнее и все остальное нормас не ну я честно я типа я практически не сомневаюсь что вот каток в матчапе с такими хд это прям реально камень преткновения то есть каток это это типа разговор о том что один драйв один драйв я хд раскатаю в любом случае привет Акияма а как твоя попа после вчерашнего вытащил ли ты из нее уже гипнотический стаб но кстати я серьезно думаю что если смотреть из всех матчапов из всех матчапов мне наверное дали буквально самый неприятный то есть я думаю что наверное как бы остальные я выиграл бы намного проще в этом придется немножко потрахаться я только запустил океем ну вот колян пишет что только убрай это хороший матчап у всех остальных чуть ли не прямая контра я не согласен мне кажется у Дио точно не прямая контра вообще в целом мне кажется как бы ну не любят играть гномы с некрами особенно когда у некров две мб клавсы то есть у Дио хватит квалификации только супер пробой поможет со стороны гнома когда старт турнира но видимо сейчас о матчах будем договариваться там же надо как-то скоррелировать пять человек ну в ближайшее время в общем может уже на этих выходных посмотрим да метанол порадуется конечно но я эту игру я увидел поздно что Лила ее стримила хорошо играет Годвар эту игру все больше начинает походить на первую победу Годвара в вышке историческое событие не знаю вот играл бы я против ХД на 1800 ТВ это было бы страшно но когда я смотрю на этих ХД на 1500 ТВ ну это ХД говна ну не то что прям ХД говна ну типа блин у них неправильный подход к команде я сейчас мы закончим катку я вам покажу как выглядит команда ХД и вы согласитесь со мной что это залупа полная там просто там грубо говоря как минимум один навык ультра мусорный который практически не будет решать и в целом не знаю вот правильно Крут сказал что у ХД на этом ТВ нихрена нету покажу сетар сейчас мы досмотрим я все покажу у меня документ уже открыт в нужном месте обсудим немножко да честно говоря мне практически ни один сетап латинской Америки не нравится единственный сетап который у них как мне кажется смотрится довольно душно это гномий хотя даже там даже там я вижу очень сомнительный момент один гном гном заранее сделал одну большую ошибку он не взял п.о. на рыжего против диамеда я так думаю это еще ого-го как сыграет то есть чтобы вы понимали у гнома на 12 игроков без катка на 12 игроков без катка у гнома одно мб против двух мб волков диамеда ну то есть как бы и самое смешное у него всего 7 гордов у него короче короче у него сетап построен построен на очень странной идее позиционки я сразу скажу как типа отец гномов вот крысиный сетап смотрится душняво дарков дарковский сетап смотрится очень душно пипец просто вот у них два сетапа хороших у них два хороших сетапа остальные мусор какой-то ну не то что мусор не глубокий выбор цепот roku сетапа не они знали сетапа Просто вот глядя на команду ХД, я, грубо говоря, сейчас вам покажу свой сетап. Да, я еще покажу все сетапы, обсудим это. Я вам покажу все сетапы, вы поймете, типа, что это говнины. Привет, Эпикбон Вагон. Ну вот я говорю, Брайт, из всех сетапов страшно смотрятся крысы и дарки. Все. А он длинный, Эпикбон Вагон, там шесть тиров команд. Там полная духотень. Единственное, что у меня вопрос. Там же сетапы должны были всем пизды надавать, кто неправильно раздал сетапы. Брайт, если не трудно, посмотри. А у крыс было право на одном игроке иметь три навыка? Я вот не помню. У каких-то команд можно, но я не помню, какой тир у крыс. То есть, может, у них и нет уже. То есть, вчера должны были раздать люлей. Я просто не знаю, обновили ли картинки. Сейчас я посмотрю, сам нашел. Тир, тир, тир. Четыре или тир-3? Крыса в тир-3. Так у них не может быть МБ-клавсы ПО. Если ш... А, нет, стоп. Один из шести игроков с двумя скиллами может иметь третий скилл. Одному можно. Окей. Тогда там все по правилам. Да, да, да. Там все по правилам. В тир-3 крысах можно. Соглы, как говорится. Да, да, да. Я уже нашел, нашел. Там, по-моему, ограничения только на количество дублей. Там ничего не сказано по поводу дублей на одном игроке. Статы, по-моему, можно только начиная от тир-4 команд. То есть, там вот, по-моему, статы можно было брать вампиром. Еще чего-то. Там некры дорогие. Там, по-моему, некры довольно высокого тира. Там, если бы, по-моему, брать им БПО, то надо было бы без блока брать. Там нельзя три скилла брать. Поэтому Дио, я, думаю, правильно сделал. Некры Тир-3? Ну, ладно. Ну, не знаю. Мне два волка с МБ больше нравится, чем один с МБПО. Нет, некры Тир-2, по-моему. Ну, в смысле, мне кажется, два волка с МБ лучше, чем один с МБПО. Но это спорный вопрос. Я, скажем так, в вопросе некрастроения Диамидов воспринимаю как больший авторитет, чем примерно любого другого игрока. А я хз, можно их кидать? Нельзя кидать. Там нам просто кидали отдельный файл. Так в том файле, в котором нам кидали, там много всего, Тихот. Там не только правил. Там все правила турнира. Не всякие вопросы, я не знаю просто. Там не только про ростеры просто. Нам вообще как-то информацию особо так очень порционно выдают по поводу всего. Не пробил маг. Ну, тут уже пофигу, ЛТД выбора особого нет. Аппарат- Не пробила. Тихот- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так можно и в вышке остаться Ну пробой очень дикий взлетел По даркам У дарков по-моему вообще все влетело Ну хочет дать пас в сейф Вот этому пареньку Ну хз конечно но окей Или или Нет не будет вкладку даст в конце Окей Ну да похоже на 3-0 В общем мы все складываемся на мысль что страшно за Крутц О 5-6 в красное Почти Почти Я кстати думаю что если бы Крутц Вдруг все таки пошел бы на ХД Конкретно в матче с дедами Ему было бы попроще Ну вот говорю было бы прикольно Если поменять местами Крутца и Ситара Вот если поменять местами Крутца и Ситара Я думаю оба были бы довольны В этом турнире Чисто по моему разумению Ну вместо третьего гала Зачем-то фол абсолютно ненужный Не знаю может там ЛТД сказал что-нибудь Годвару Но сомневаюсь Ну залетело у Хуманов Залетело Да-да он такой типа Злобненький гоблин